Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин Мы уже неоднократно читали о данной точке В10 Тяньчун Что она имеет огромное влияние на наши с вами ладони Либо ладонную поверхность Сегодня наша тема лекции в уроке следующая Тепло и сухость в ладонях У человека постоянно теплые ладони При этом огромная сухость И эта сухость вводит человека в дискомфорт Каждый либо любой человек начинает искать себе проблему Что почему они у меня сухие Почему они у меня такие теплые постоянно Что ни разу руки не холодили в моей жизни Данную точку В10 Тяньчун нужно рассеивать Если у вас такое чувство с ладонями происходит Но не спешите только пользоваться данной точкой Все-таки нужно провести диагностику 12 меридианов Почему? Потому что меридианы также контролируют наши с вами ладони Также следует брать во внимание обязательно меридиан легких Потому что он полностью контролирует наш с вами кожный покров Ну а также состояние поджелудочной железы Вот вам пожалуйста То есть мы должны брать это во внимание Если хотим помочь человеку У которого негативно, скажем так Человек воспринимается тепло И проявление сухости в ладонных поверхностях Либо в ладони Данную точку вы можете расслабить Это вам поможет Но это не значит, что она ведет порядок Во всех тех меридианах, которые простираются по верхним конечностям Но так как восточная медицина не лечит у нас верхние конечности А проводит диагностику 12 меридианов И смотрит в каком состоянии и верхние конечности и нижние И если есть дисбаланс в этих меридианах То этот дисбаланс что устраняется Но что и воспроизводим баланс Баланс энергетики и не ян И от человека нужно, чтобы этот баланс Что долго содержался самим хозяином Этих 12 меридианов Вот что такое восточная медицина Она не лечит те или иные проявления Точки можно использовать как точки скорой помощи Но лечебный эффект вы достигнете в своем организме Только тогда, когда приведете в баланс И будет этот баланс содержать очень длительное время Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому